Привет, друзья! Снова с вами международный гроссмейстер Роман Овечкин. И сегодняшний ролик будет посвящен двум темам. Первая, понятно, что в защите Каракан. А вторая, предстоящему матчу на первенство мира между Карлсоном и Каруаном. Вообще, до августа этого года я считал, что Карлсон победит очень легко. Поэтому вообще ни разу, ни в одном из роликов об этом матче ничего не говорил. Мне казалось, что все достаточно ясно. Карлсон играет в фантастически интересные шахматы, в очень сложные и непонятные даже гроссмейстерам. И даже гроссмейстерам, которые пытаются разобраться с помощником. То есть у него есть немало партий, в которых я копался по нескольку дней. И в целом понять смысл некоторых его ходов мне так и не удалось. То есть это основная причина, по которой я считаю, что Карлсон должен победить. Но, с другой стороны, вот в августе был турнир в Сан-Луисе, в котором Каруана проявил себя блестяще. И особенно мне понравилась партия. И вообще мне нравится, как Каруана провел именно этот год. То есть с большим запасом выиграл турнир претендентов, несмотря на поражение от Сергея Корякина. На очко оторвался от второго места и, когда ему хватало ничьей, сумел победить. Это, в принципе, не так-то просто заставить себя сделать, играть на победу в выигранной позиции, когда тебя точно устраивает ничья. Но еще больше мне понравилась вот такая партия, сыгранная в Сан-Луисе. Была защита Каракан. Разменный вариант, такой очень спокойный, считающийся очень надежным для белых. Поэтому его очень любят играть шахматисты, которые борются с уступающими, ой, с превосходящими по классу противниками. Ну, в данном случае это не так. В данном случае белыми играет тоже очень талантливый. Ливон Араньян, который уже много лет находится в претендентской обойме. И решить, что он избрал размены вариант в Каракане из-за того, что боялся Каруану, это, конечно, смешно. Ну, угадать, почему белые избрали этот вариант, едва ли возможно. Этот вариант считается безобидным, причем безобидным давно. Ну, по-моему, в 1987 году мне впервые показали, что есть ход ферзь Д7. Ну, даже не столько показали, а продемонстрировали наглядно. На полуфинале России в городе Полевском, ну, среди мальчиков, естественно. Шахматист, который сыграл вот ферзь Д7, пожертвовал на Б7 пешку и быстро выиграл. Объяснил мне, что это лучший способ борьбы против разменного варианта в защите Каракан. Слон Д6. В марте я комментировал партию, она есть в рубрике «Защита Каракан», есть в рубрике «По горячим следам» против международного мастера Сергея Савицкого. Я с ним играл слон бьет и в три. На эту тему у меня есть ролик, в общем, посмотрите. Но партию я на всякий случай вклеил и сюда. И под описанием ролика вы, конечно, найдете и ее тоже. Партия Орленко-Руан. Каруана сразу пошел слон Д6. Раньше я тоже играл именно так. Оставляя слона Ж4, основная идея кода в том, что не опасно конь Е5. Черные просто отходят ферзем на С7. И конь на Е5 начинает подвисать. А в случае конь бьет Ж4, слон бьет Ф4. Ну, в возможный ход. Можно и конь бьет Ж4, конечно, пойти. И размен на Д6 снова для черных не опасен. А то, что конь встал на Ж4, так белая аркировка только не могут сделать из-за мата на Н2 немедленную. Еще подвисает на Б2, угрожает ладья Б6. Ферзь готов при случае на Ф4 выскочить. В общем, у черных шикарная компенсация за пешку. А можно вместо конь бьет Ж4 сыграть слон бьет Ф4. И тоже непонятно, что тут хорошего у белых. Аронян сразу взял на Д6. И после слона Б5, ладья Б6, ферзь А4, если бы Каруана сыграл слон бьет Ф3, конь бьет Ф3, конь Е7, возникла бы позиция из партии Савицкий-Овечкин. Которую я уже упоминал. Но Фабиано сыграл немедленно конь Е7. Идея та же самая, сыграть ладья Б8, забрать на Б2. В каких-то вариантах ферзь идет на Б8, скажем, в ответ на С3, С4. Чтобы избежать вилки и напасть на слона Б5. На конь Е5 очень сильный ход конь Ж6. У него такое тактическое обоснование. Если белые бьют на Ж6, то следует страшной силы удар ФЖ. То есть ладья работает по линии Ф, при случае готова идти на Б8. По-прежнему черные хотят пойти Е6, Е5. Основная угроза, наверное, А6 и ладья бьет Б2. В общем, несмотря на то, что пешечная структура черных развалена, у них очень серьезные динамические ресурсы имеются в позиции. После Ф3, скажем, ладья ФБ8, пешки Б2 и Ж4 одновременно защитить крайне сложно. Ну и, в общем-то, здесь белые борются за уравнение. Аронян взял на Ж4 и в этой позиции сделал ход Х3, который самый естественный и который, видимо, ведет к совсем тяжелой позиции. Ну и после Ж3 у черных приятный выбор между Е5 немедленным. Главный минус в том, что конь на Ж4 не заищен и приходится тратить темп на его защиту. Но, тем не менее, и здесь пешка Б2 висит. А на ход типа Ферзь Д1 имеется ЕД, теперь слон Е2 связан. И вот здесь позиция близка к равной. Белым еще предстоит сделать несколько точных ходов, но вероятность ничьей становится очень высокой из-за симметричной пешечной структуры. То, что у черных нет никаких проблем, здесь, на мой взгляд, тоже вполне очевидно. Есть и более интересный ход ТФ5 с идеей на рокировку пойти Е5. У белых нет никакого слона Е2. И потихоньку черные получают шансы на атаку. После Х3 черные могли немедленно ударить на Ф2. После короля Ф2 ладья ФП8 заищаться неимоверно сложно. Ну, скажем, если увести слона на Е2, то ладья вторглась в обжорный ряд. Сейчас конь идет на Ф4. Нейтрализовать линию Б белым не удается никак. Есть угроза, в общем, конь Ф4. Есть угроза Е5. Есть угроза даже просто при случае сдвоения по линии Б. Ну, в общем, на мой взгляд, здесь у черных все хорошо. То есть, скажем, после Ж3 Е5 угрожает Е4. На ДЕ будет конь бьет Е5 с угрозой взятия на Ф3. По крайней мере, Стокфиш считает, что здесь атаку черных едва ли отразим. Последовала более спокойная конь Ф6. И выясняется, что и здесь проблемы белых очень серьезны. В то время, как черные пожертвовали намного меньше. То есть, вот конь Ф6 мне нравится намного больше, чем компьютерная конь бьет Ф2. Сейчас, если белые сыграют в С4, в надежде дать вилку, черные просто отойдут ФБ8. Слон Б5 оказывается под прицелом. И ключевая угроза черных – это ФБ7 и А6 съесть этого слона. Кода С5 нет. На С6 слон, в общем-то, тоже будет расположен неудачный. То есть, он вне игры находится. У белых уже подвисла пешка Д4, грозит конь Е2, конь бьет Д4. А после естественного конь Ф3 угроза А6 практически неотразима. Причем черные, в соответствии с рекомендациями Немцовича, еще и не торопятся реализовывать свою угрозу. Которая, как известно, сильнее исполнения. Вот в случае Б2, Б3, А7, А6, еще и слон на А4 оказался выключен из игры. Появился изолятор на Д4. Уязвима позиция коня Ф3 при случае взятия на А3 или даже на Ж2, возможно, в каких-то вариантах. И играть белыми эту позицию очень противно. Кот-конь Б3 прикрыл пешку Б2. И является самым естественным. Снова железо настаивает на нечеловеческой игре по линии Б, которую уже перекрыли. Но идея очень красивая, скажем. На слон Ф1, ферзь Ф4 и от угрозы конь Е4 удовлетворительной защиты не видно. На слон Д3 конь уже идет с другой стороны, на А4. Нет хода Ж3 из-за ферзь Ф3. Видимо, висит ладья, висит слон. Длинная рокировка невозможна, так как битое поле. Если же слон отходит на Е2, то приходится мало того, что тратить темп, защищая пешку Ж2, так и ход слона Ф1 еще выясняется, не является защитой этой пешки, потому что белый ферзь неожиданно оказался в очень опасной зоне. И после коня А5 нет защиты от угрозы ферзь Б6. То есть, приходится отдавать этого коня обратно. Черные делают форточку и они получили шикарнейшую пешечную структуру. У белых слабость на А2, на Ц3, на Ф2, на Аш3. Черный конь готов попасть на Ф4. Черные не возражают против размена. Давайте я желтым цветом помечу своего коня на слона белых, потому что в этом случае белый король, где бы он ни находился, он попадет под атаку. Ну, позиция достаточно просто должна выигрываться. Но ход Е5 более человеческий. Белый король застрял в центре, и его надо немедленно мотовать. Ход Е5 выглядит самым естественным. А вот после рокировки Каруана промедлил, на мой взгляд. То есть, ход Е4. Черные захватили пространство в центре и на королевском фланке. Но вроде бы, несколько точнее было конь Ф4 с идеей второго коня тоже поставить в центр на Е4. Такая вот централизованная стратегия мне нравится намного больше той фланговой, которая получилась в партии и принесла успех. Идея в том, что на ДЕ есть ход Ферзи 6, и белая беззащитная. То есть, у них падают пешки H3, F2, и голый король потом будет... Как выразиться? Прибит, наверное, двумя конями, Ферзиом и ладью. Черные сыграли Е4, и белые тут же допустили решающую ошибку. То есть, они были обязаны немедленно получать контр-игру. С4, угрожая С5. Но тоже понятно, почему белые так не пошли. Если взять СД, то черный конь через поле Д5 начнет к ним в гости заползать. Если... Ну, понятно, что вилку черные не зевнут. Если пойти С5, то... Пешка же видно, что дальше не проходит. Непонятно, для чего белые отнимают поле у коня Б3. То есть, проблемы очень большие перед белыми стоят. И я не уверен, что ход С4, после которого Стокфиш на относительно небольшой глубине пишет, что у белых полный порядок. У меня есть подозрение, что через какое-то время он должен сменить свою оценочку на то, что у белых и после С4 существенно хуже. Но в партии после ладья Е1 черные немедленно приступили к матовой атаке. Конь Аш5. Ну, альтернативная конь Аш4, скорее всего, ввела к перестановке ходов. И конь Аш4. То есть, я вам показывал позицию не так давно, где кони располагались на Е4 и Ф4. Мне кажется, это намного логичнее и естественнее. Но такая расстановка, как выяснилось, тоже крайне неприятная и очень эффективна. Кони подкрадываются к белому королю и скоро его затопчут. Неплохо было и Ф4 с той же самой идеей. Подключить ладью по линии Ж. И в случае слон Ж2 Ф3 бьет Ф3 матовой атакой. Но он после короля Ж1, Ф3 и Ф2 просто мат. Впрочем, ход Ферзь Ж6 не слабее, а лишь другой способ закончить эту партию победой. После Ферзь бьет Д5, конь Ф3, король Аш1. К сожалению, не проходит тематическая есипенковская Ферзь Ж3. Потому что подвисает конь на Аш5, во-первых. Во-вторых, после ЖФ нет хода Ферзь бьет Ф20 или ладья Ж6. Почему есипенковская? Потому что есипенковская обыграл Корякина на чемпионате мира по Рапиду. И, конечно, нанеся там удар в сходной ситуации Ферзьем на Б3. То есть там были поменены фланги. Но здесь проходит более прозаическая конь Ж3 шаг. И белые вынуждены отдавать Ферзя, так как лошадь неприкосновенна по причине ладья Ж6. Угрожает мат с поля Ж1. И чтобы спастись от этого мата, надо убирать слона Ф1. А он защищает другое важнейшее поле Ж2. Мат неизбежен. Белые отдали Ферзя. Но сейчас пешка Ф пойдет вперед, разрушая пешечное прикрытие Белого Короля. И, в общем-то, дальнейший комментарий, на мой взгляд, не обязательный. Очевидно, что черные хотят сыграть ладья Б3 и все-таки поставить мат бедному Белому Королю. Вот эта партия, на мой взгляд, очень красивая. Это, во-первых. Во-вторых, она очень полезна в теоретическом плане тем, кому кажется страшным играть разменный вариант в защите каракан черными. Ну и, в-третьих, именно наличие этой партии в базе партии Каруана этого года дало мне повод задуматься, а действительно ли шансы у Каруана 0. То есть, сейчас я думаю, что у него процентов, наверное, под 40. Все-таки рейтинги у них сейчас уже очень близкие. В каждом турнире Каруана показывают мощную игру. И мне кажется, что 9 ноября начнется увлекательнейший матч. И если у меня будет возможность, то за весь матч ручаться не могу. Но несколько партий я постараюсь прокомментировать. Это будет зависеть от времени, когда они будут играть. Ну и еще от других факторов. Ну а на этом я, наверное, с вами попрощаюсь. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. С вами был международный игроман... Международный игросмейст Роман Ивичкин. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok